итак вот он герой сегодняшнего видео это робот-пылесос от компании сиоми роборок с 6 это насколько я знаю последняя модель этих пылесосов кто-то которая вышла и я в это видео расскажу в чем отличие с 6 от модели с 5 поставьте сразу лайк и поехали так самое главное отличие находится вот это вот эти вот усики в модели с 5 они сделаны из нейлона который со временем стирается и портится здесь же здесь же они прорезинены точнее это резина и она чистит намного тщательней в чем еще отличие то модель также имеет возможность мыть ваш пол помимо это щетки качков которая который убирать мусор с пола в комплекта также идет в комплекте такая емкость это емкость для воды она вставляется она вставляется сюда вот так вставляется и пылесос реагирует и говорит что контейнер для воды установлены и он может начинать влажную уборку делать давайте еще немного поговорим о том как выглядит пылесос снаружи и так вот этот вот набалдашник не просто сделаны для для красоты здесь у него установлены датчики лазерные которые сканируют поверхность делать карту точную карту вашей квартиры и уже по этой карте двигаться здесь у нас есть три кнопочки это кнопка домой то есть если если же в приложении в телефоне по какому-то по какой-то причине робот не реагирует нажимаем на эту кнопку и робот сам возвращается на станцию так ну что друзья давайте вам покажу как подключать наш робот пылесос роборока с 6 к приложению me home давайте его откроем он у меня уже добавлен поэтому я его для начала удалю чтобы показать полностью весь процесс настройки и так прежде всего что я хотел сказать поскольку приложение поскольку наш робот пылесос роборока с 6 эта версия для европы то надо обязательно проверить какой стоит регион вот например если я поставлю здесь регион допустим с китай сейчас сделаем китай сохранить до нажимаем сверху справа вот переключаем сервер смотрите что происходит то есть вот у меня происходит переключение можно перезапустить даже приложение чтобы полностью по новой на то есть его загрузить давайте перезапустим и так вот наше приложение me home вы смотрите я нажимаю плюсик до справа сверху добавить устройство в поиск ввожу с 6 и он ничего не находит то есть такого робота просто нет но зато если мы напишем сюда т6 то он вот он он его нашел но если мы выберем т6 то мы не сможем подключиться к роботу с 6 нам нужно выбрать именно с 6 но его здесь нет и здесь очень важно то есть нужно зайти в настройки приложение и выбрать именно регион не китай а например ну вот россия да в частности у меня будет и сохраняем после того как происходит переключение серверов можно еще раз перезапустить приложение так вот вот на сейчас загрузится до конца появилась так наш роборока из 6 мы его полностью удаляем все его больше нет и так добавляем значит новое устройство и вот сейчас записываем сюда из 6 и вот он появляется видите то есть очень важно чтобы регион у вас стоял правильный поэтому проверяйте и так выбираем с 6 затем необходимо нажать вот эти две кнопки справа и слева для того чтобы сбросить настройки сети так я сейчас их нажимаем робот пылесосе держу пару секунд все сбросились настройки сети после этого нажимаем операция подтверждена нажимаем далее здесь необходимо указать сеть вай фай которой мы будем подключать робот пылесос нажимаем далее и после этого переходим настройки сети вай фай значит открываем вай фай выбираем сеть которую раздает нам робот пылесос вот он вакуум с 6 выбираем ее и соответственно после того как у нас подключение выполняется возвращаемся обратно в наш интерфейс приложения mi home после этого ожидаем окончания подключения к сети и нажимаем готово емкость аккумулятора данного робота пылесоса две с половиной тысячи миллиампер час теперь поговорим про саму станцию зарядки и так поставляется с такой станции подзарядки робота пылесоса здесь есть два контакта с помощью которых пылесос заражается и так как это модель моющая то для того чтобы после того как пылесос закончил влажную уборку не образовывалась лужа в комплекте к пылесосу также идет дополнительный съемный фильтр вот если тот фильтр который установленный в пылесосе загрязнится и вы его помойте и поставите на сушку можно использовать дополнительный фильтр также идет дополнительно многоразовая тряпочка вот которая клеится к контейнеру с водой также идет дополнительно 10 одноразовых тряпок и четыре кнопки которые вставляются непосредственно в контейнер для воды чтобы подавать дозировку воды на поверхность которая моется так же на самом пылесосе имеется все подзарядки с этой стороны у него несколько датчиков датчики препятствия здесь есть впереди вот у него здесь есть датчик препятствия и один здесь сбоку и здесь сбоку а также здесь наверху тоже есть датчик он определяет когда пылесос заходит слишком в низкое низкий проем и если же кто-то касается этого датчика пылесос автоматически выходит выходит оттуда так как он начинает понимать что если он продолжит движение то возможно он застрянет вот здесь кстати находится контейнер в котором и остается весь мусор который пылесос затягивает во время работы так сейчас вот вытащил вот кстати этот фильтр который также можно заменить если же этот будет грязным и необходимо будет его помыть и высушить а сюда эту емкость вставляешь уже после после того как вычистил и помыл ставил все и робот пылесос понимает что ты поместил емкость на место также в комплекте идет вот такая вот щеточка сейчас как она тут вытаскивается вот такая щеточка это в случае если надо его почистить щеточка и вот такой вот ножичек это если застряли волосы или накрутились или что что-либо еще просто с помощью этого ножка их отрезаешь вот вот я Продолжение следует... 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 Продолжение следует...